Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости Дагестан. Студия Зуха Алиева. Здравствуйте. И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Шесть погибших за один день. О статистике дорожно-транспортных происшествий в республике смотрите через минуту. Прикоснулся к истории ислама. В Татарстане продолжается выставка реликвий пророка Мухаммада и его сподвижников. Упорная борьба и лучшие результаты. Триумфом российских борцов в Каспийске завершился международный турнир памяти Али Алиева. Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Дагестана только за минувшее воскресенье. Всего за прошедшую неделю жертвами автоаварии стали 10 человек, а из 42 получили травмы. Зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия. Статистику приводит региональная ГИБДД. Среди причин ДТП – наезд на пешеходов, опрокидывание и столкновение машин. Продолжается ремонт автомобильной дороги Хасавюрта-Дилятар-Сулевкент. Сейчас на месте проводятся работы по усилению основания дорожного полотна, устранению посадок с заменой грунта и водоотведению. В границах населенных пунктов также проводится обустройство тротуаров с заменой бордюрного камня. Ежедневно на объекте задействовано более 10 единиц спецтехники. Завершение ремонта запланировано на конец августа этого года. Лучших бизнесменов в Махачкалы будут награждать. Торжественную церемонию вручения премии признания в области предпринимательской деятельности обсудили сегодня на площадке Риадагестан. В беседе с журналистами руководитель Ассоциации бизнес-сообщества столицы региона Абдул-Хаким Пахрудинов рассказал о деятельности организации и подготовке к масштабному мероприятию, которое пройдет 2 июня. Вы знаете, что предприниматели, у них праздников в принципе мало бывает в жизни. Это люди очень будничные, которые постоянно заняты тем, чтобы улучшить свое бизнес-состояние. На их пути бывает очень много преград, очень много проблем приходится им решать. И праздников у них не так уж много, поэтому мы делаем все возможное, чтобы в этот день они чувствовали себя очень такой высокой обстановкой всеобщего признания и общества, и власти. В этом году в стенах Русского драматического театра соберется более тысячи предпринимателей Махачкалы. Будут названы победители 11 номинаций и обладатели пяти специальных призов. Такие мероприятия, как признание, они именно оценивают благодарность ему за то, что он вносит вклад в республику. Мы знаем, любой бизнес, он дает большое количество рабочих мест, инфраструктуру. Мы по городу едем, все то, что мы красивое видим, зачастую это бывает создано предпринимателями. Выставка священных реликвий завершилась в татарском городе Болгар. В течение двух дней для всех желающих были представлены 10 реликвий пророка Мухаммада, его семьи и спордвижников. Посетить ценные раритеты пришли и официальные лица. В продолжении темы сюжет Хамз Нурмагомедова. Чаша пророка Мухаммада Мир ему в руках Рустама Миниханова. Глава Татарстана поблагодарил дагестанский народ за возможность лицезреть благословенные реликвии. В этот день для нас это святой праздник. Мы имеем возможность увидеть все, что пророк видел, дотрагивался. Большое спасибо, я тоже имел возможность. Просветание нашим братьям. И, конечно же, ислам благодаря вот таким людям, как Муфти Дагестана, наш Муфти, наши коллеги, он и дальше будет продвигаться. Посмотреть на реликвии пророка Мухаммада Мир ему в Болгар также приехал патриарх московский в Сиар-Руси Кирилл. Он проявил интерес к историям реликвии и тому, как столь редкостные артефакты сохранились до наших дней. Видите маленький кусочек? Это часть из метки, да? Да, это часть из метки. Черного камня. У нас строится огромный комплекс духовно-просветительский центр именем пророка Иса. Он очень прекрасный, огромная территория. И мы собираемся делать там музей, и в этом музее хранятся эти реликвии. Выставка реликвии была представлена в Болгаре два дня. За это время прикоснуться к истории ислама пришли тысячи людей разных слоев общества, разных наций и вероисповеданий. Я очень счастлива от осознания того, что я мусульманка, что я принадлежу к этой великой общине ислама, которая выступает за добрососедство и содружество всех народов мира. Я очень горжусь этим. То, что мы сегодня здесь видим, это просто, знаете, описать невозможно. Знаете, не каждому удается вот так смотреть, видеть. Вам большое спасибо за то, что вы привезли. Огромное спасибо дагестанскому народу. И вам лично желаю здоровья, благополучия, знаете, процветания. Спасибо еще раз нашим коллегам из Дагестана, которые это привезли, за возможность прикоснуться к святым реликвиям, связанным не просто с именем пророка, а со стопами действительно нашей веры. Всего из Дагестана привезли 10 реликвий. Самый ценный из них – волос пророка Мухаммада, мир ему. Многие спасители увидели частичку посланника Всевышнего впервые. Я никогда не думала, что смогу оказаться рядом с такими реликвиями. Это так символично. То есть прикоснуться, почувствовать, можно сказать, что это, мне кажется, это огромное счастье для того, что можно приехать. Вот мы, допустим, приехали, я из Ижевска, Анна приехала из Перми. И это такое счастье испытывать, когда ты можешь посмотреть реликвии самого лучшего человека, пророка Мухаммада, салавли и салям. Выставку постели также муфти и регионов страны. Среди реликвий – кувшины с подвижника Беляла, жены пророка Айши и дочери Фатимы, кольчуга Халида бин Аль-Валида, кинжал Абубакра. Я зашел, чтобы посмотреть реликвии с большим трепетом, волнением. Здесь представлены те предметы, которых я еще и не видел. Муфтият Дагестана, шейх Атмад, сделал великолепный подарок. Я возношу свои искренние молитвы даровать величайшую милость и милосердие Всевышнего Аллаха всем. Надеемся, что посещение это даст нам баракат, так как то, что принадлежал пророку, салавли и салам, то, что он использовал, то, что он держал в руках, это, иншаллах, дает баракат. Мы проходим через толщину веков и приближаемся к нашему пророку Мухаммаду, саляллаху алейсалям. И мы как бы соприкасаемся с той историей, которая была более 15 веков тому назад. Многие говорят, что мы поклоняемся вещам. Нет, мы не поклоняемся вещам. Это вещи нашего пророка. Мы отдаем ему дань уважения. Окунулись немножко увидеть частицу жизни нашего пророка, салаллаху алейсалям, из его жизни, да, и из жизни сахаба, которые были рядом с пророком, салаллаху алейсалям. Вот за эту возможность прикоснуться к этим святыням, которые для нас очень дороги, очень для нас, для сердца, как нур, как свет, аль-хамду-ли-ля, напоминание нам. Хочу пожелать отдельным жителям Дагестана благополучия, благоденствия мира и баракята, чтобы наше братство, аль-хамду-ли-ля, наша дружба, она так укреплялась. По завершению выставки в Болгарии благословенные вещи перевезли в столицу Татарстана, мечети Куль-Шариф. В течение двух дней выставка продолжит свою работу. 20 гектаров зеленой зоны, аллея протяженностью 1300 метров. Все это при Духовном центре имени Пророка Исы. За зелеными насаждениями здесь ухаживают специалисты. Тем не менее, еженедельно отдельные организации и учреждения выходят на субботники. На сей раз это сделали студенты и преподаватели медколледжа имени Башларова, которые решили навести чистоту и порядок на участке, где посажены сосны. Всего на территории комплекса более 3000 деревьев, среди них хвойные, фруктовые и оливковые. И о спорте. Триумфом российских борцов в Каспийске завершился международный турнир памяти Али Алиева. Соревнования, прошедшие в одноименном дворце спорта, собрали почти 300 спортсменов из 19 стран. Львиную долю наград хозяевам ковра принесли воспитанники дагестанских спортшкол. Курбан Рагимов пообщался с чемпионами. Как в лучшие времена на ковер Алиевского дворца спорта выходили чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр. Пожалуй, главной известной мемориала пятикратного чемпиона мира стал Магомед Хабиб Кадим Магомедов, выступающий за Белоруссию. Финалист игр в Токио недавно подписал контракт с ММА-лигой Беллатр. Однако пока сосредоточен на родном виде спорта. В финале весовой категории до 74 килограммов он нанес поражение Магомеду Харданову из Москвы. По ММА, пока я отложил это, у меня есть контракт, у меня есть... Ну, я подписал контракт, и он никуда не денется. Промоушен заинтересован, чтобы я боролся на Олимпийских играх. Это, наоборот, меня подталкивает. Это часть подготовки моей, так как мы готовимся на мир, это входит в мою подготовку. Мне в любом случае надо было побороться. Посмотреть на признанных мастеров борьбы пришли около трех тысяч болельщиков. Посещаемость приятно удивила. После Каспийского Евро-2018 ни одно спортивное событие не собирало столько зрителей на главной арене республики. В этом году у нас более 15 иностранных команд приехало бороться. Да, участников там в командах, в некоторых командах полный состав, в некоторых один-два человека. Ну, и тем не менее, 15-16 иностранных команд, и люди, наверное, соскучились по борьбе. Наверное, этот турнир как раз как бы репетицией будет к чемпионату России. Я рад, что болельщики сегодня пришли и поддерживают борцов. Сборная Дагестана на этом турнире выступает самым многочисленным составом. Это около 80 борцов. Для многих из них Алиевский станет своего рода проверкой сил перед чемпионатом России, который пройдет в июне в этом же зале. Один из лидеров нашей команды, чемпион мира и Европы Абазгаджи Магомедов, в Каспийске дебютировал в олимпийском весе до 65 килограммов. Экзамен прошел успешно. Выиграв четыре встречи в схватке за золото, титулованный Хасаюльтовец одолел земляка Рамазана Ферзалиева. У нас общий счет 2-2 вроде, и сейчас пятая сладкая была. Рамазан мой очень близкий друг, брат. Мы очень близко общаемся. Я как будто думал, я на чемпионате Европы или на мире борюсь, и такое ощущение было. И, конечно, спасибо всем болельщикам, что они пришли и поддержали нас. Конечно, когда болельщики и бороться одно удовольствие, когда тебя поддерживают. Всего борцы сборной России завоевали в Каспийске 33 медали разной пробы. Из них 24 в активе дагестанских вольников. Кроме того, воспитанник республиканских спортшкол принесли золотые награды командам Белоруссии и Македонии. Проверив свои силы в схватках с маститыми оппонентами, россияне надеются на допуск к лицензионному чемпионату мира. Предпосылки к этому, по словам главного тренера сборной России Хаджумрата Гацалова, уже есть. Сейчас такая есть уже тенденция, что другие виды спорта выезжают на турниры, на чемпионаты мира, борются. Несмотря на то, что одно из требований было, что спортсмен не должен быть военнообязанным, но тоже вот дюдаисты там выступали, военнообязанные, но и выступали. Мы сейчас подали три состава сборной команды на рассмотрение, и они будут рассматривать, возможно, кого-то будут убирать. Там без объяснений, конечно, есть такие моменты. Но вроде говорят, что допустят, и ждем официальное письмо от ЮВИ. Следующим стартом наших вольников станет чемпионат России. Главный внутренний старт сезона пройдет 19-25 июня. Курбан Рагимов, Саид Шагидов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин